За 20 лет своего существования детская школа искусств номер 18 подготовила около тысячи выпускников, многие из которых продолжили свое профессиональное обучение в высших и средних учебных заведениях, стали профессиональными музыкантами, преподавателями. Сегодня здесь, в школе, на четырех отделениях, художественном, музыкальном, вокальном и хореографическом, обучаются более 430 ребят. Так уж получилось, что капитальный ремонт школы пришелся на юбилейный для ДШИ год. Мы затратили это порядка шести месяцев, сделали фасад, но делали фасад, соответственно, приняли решение, все-таки и внутри нужно привести в порядок, хотя и так было чистенько, но решили подсвежить, подкрасить, отремонтировать кабинет и приняли также решение на следующий год сделать еще сцену, потому что время движется вперед, другие требования у детей, требования к танцам и так далее, будем ремонтировать сцену в следующем году. Глава города пожелал ученикам и преподавателям школы искусств творческих успехов. У них у всех есть огромные таланты, способности, а теперь появились и хорошие условия для их развития. Впрочем, несмотря на то, что в Альмаматор полгода шел капремонт и условий для творчества практически не было, ребята и их педагоги успешно закончили прошлый учебный год и приняли участие в многочисленных конкурсах разного уровня. За летний период пришли уже результаты конкурса художников, всероссийский конкурс, международный конкурс. Мы были в этом году на международном конкурсе-фестивале краски Праги, столицы Чехии и Праги. Заодно заехали в соседнюю Германию и заодно заехали в соседнюю Австрию. Выступили достойно, традиционно. У нас старшая группа, которую мы возили, значит, лауреат первой степени, а младшая группа лауреат второй степени. С нами ездили вокалисты, где они вот стоят, вокалисты. С нами ездили вокалисты, значит, вокалисты стали дипломантами конкурса. Глава города Вячеслав Телегин вручил преподавателям и сотрудникам школы, строителям, принимавшим участие в реконструкции, почетные грамоты и благодарственные письма. И отметил, что на этом работа на территории не закончена. В этом году, к сожалению, нет ни средств, ни сил уже успеть. Мы прилегающую, так скажем, близко прилегающую привели в порядок. В следующем году мы поставим ограждение, это требует, так скажем, безопасность. И будут выполнены все пешеходные дорожки, озеленение. В этом году, к сожалению, мы просто физически и материально не успеваем.